Принято считать, что история православия на земле Астраханской начинается с середины XVI века, когда в состав российского государства вошло Астраханское ханство. Однако известно, что первые христианские молитвы здесь звучали еще во времена Золотой Орды. В 1262 году в ее столице, городе Сарай-Бату, была учреждена Сарайская епархия. За долгие годы ее существования наши земли благословили своим присутствием святитель Алексий, всей России чудотворец, благоверный князь Александр Невский. Здесь приняли смерть за отказ поклониться языческим богам многие христиане. Прежде всего, князья-мученики Михаил Черниговский, Феодор Смоленский, Ярославский чудотворец и чадо его Давид и Константин, Михаил Тверской. Отсюда был родом преподобный Петр, царевич Ордынский. После окончания монгольского иго и переноса Сарайской епархии на Крутицкое подворье, христианская жизнь в Астраханской земле замирает. И уже после основания, в 1558 году новой, уже русской Астрахани, царь Иоанн Грозный посылает на Астраханскую землю миссию, которую возглавил преподобный игумен Кирилл, градостроитель. Именно он, миссионерствуя среди бывших подданных Астраханского хана, заложил основы мирного сосуществования народов нашей многонациональной земли. В 1602 году учреждается самостоятельная Астраханская и Терская епархия. Первым владыкой назначают игумена Троицкого монастыря Феодосия. Святитель Феодосий один из немногих выступил против Лжедмитрия, называя его сумазванцем. Против разенского бунта выступил священномученик Иосиф. Он увещивал казаков остановить разбой и убийство, за что и пострадал сам, приняв мученическую смерть от бунтовщиков. Смерть владыки потрясла горожан. Бунт стих, город принес покаяние Богу. Молитвами астраханских святителей постепенно происходило укрепление астраханской епархии. В период расцвета она вступает в середине XVIII века. В 1778 году в Астрахани открывается трехклассное семинарие, а в середине XIX века – епархиальное женское училище. Епархия, именуемая уже Астраханской и Янатайской, становится не только оплотом православной духовности в многонациональной губернии, но и берет на себя просветительские функции. По сведениям историков, к концу XIX века только церковных школ было около трехсот, в них обучалось десять тысяч учащихся. В школах разрешено было учиться и иноверцам, в частности калмыкам, казахам и татарам. В это время также ведется активная миссионерская и благотворительная работа. По данным 1912 года в епархии насчитывается 246 храмов, один из них плавучий, пять монастырей, два из них женские. Действуют семинария, женское училище, учительское семинарие, духовное училище, миссионерская школа, 362 церковных школы и 18 библиотек. Через шесть лет по стране пронесется ураган революции. 11 мая 1918 года архиепископ Митрофан Краснопольский организовал крестный ход по случаю прославления священномученика Иосифа Астраханского. У Пречистинских ворот Кремля крестный ход был расстрелян. Это событие положило начало организованным гонениям. Через год были расстреляны сам архиепископ Митрофан и его векарный епископ Леонтий фон Вимфен. Из многих пострадавших в результате гонений на русскую церковь девять причислено к лику святых в чине новомучеников и исповедников российских. Вместе с жизнями людей прерывались и жизни храмов, уничтожили собор Рождества Богородицы, церкви святого Николая Гостиного, входа Господнего Иерусалим, святого Ильи Пророка, крестовоздвиженский собор и еще 25 храмов. Снесено несколько глав и колокольной Казанской церкви. Знаменская церковь переделана под хлебозавод. Нет больше и монастырей. Божественная литургия совершается теперь только в нескольких храмах. Церковь молится и ждет возрождения. В 1990 году внук человека, снявшего крест с колокольни Кремля, водружает новый крест. Павел Наумов тогда и не знал, что вместе с символом жертвенной смерти Господа он поднимает на 80-метровую высоту долгожданный символ возрождения Церкви Христовой. Из 40 храмов Астрахани после гонений уцелели только 10. Из них богослужения можно было совершать только в 4-х. А по всей епархии их осталось всего 16. Церковь иконы Казанской Божьей Матери в советское время была складом. В 1992 году Астраханской и Янатаевской епархии передали Успенский собор, Причистинскую колокольню и часовню игумена Кирилла, градостроителя Астраханского. В 1995 году возродили Иоанно-Притеченский мужской монастырь, а через 4 года верующим возвратили храм святого равноапостольного князя Владимира, использовавшийся ранее как автовокзал. Помимо возрождения поруганных строятся и новые храмы. Сейчас в епархии 66 приходов. Восстановлен 21 храм, построено 45 новых. В них служат 94 священника. Молитвенные комнаты действуют в тюрьмах, больницах, детдомах, домах престарелых и реабилитационных центрах. Помимо возрождения храмов происходит главное – обновление душ людей. С каждым годом увеличивается число прихожан епархии. В храм приходят дети, молодежь, люди среднего возраста. В 2006 году при епархии создается молодежное православное движение, открывшее новую страницу в жизни христианской общины Астрахани. Молодые верующие ребята из МПД устраивают акции по сбору средств в помощь сиротам, проводят акции против абортов, организовывают крестные ходы. Благодаря им появляется замечательная традиция – бал семьи, любви и верности. Православная молодежь становится символом добра, заботы и дружбы. В епархии возрождается и традиция духовного воспитания детей при воскресных школах. В сентябре 2011 года в Астрахани открылась православная гимназия, а два года назад воскресная школа при Иоанно-Притеченском мужском монастыре выросла в Центр дополнительного образования детей и молодежи «Боголеп». Центр направлен на то, чтобы в духе православной культуры воспитать из ребенка полноценную личность, богатая образовательная программа и обязательные совместные мероприятия. Дети, родители и духовенство монастыря проводят вместе много времени. Рождественские елки, которые стали событиями городского масштаба, походы, в которых дети учатся взаимовыручки и умению преодолевать трудности. Доброй традицией стал большой рождественский концерт. Творчество воспитанников «Боголепа», их матерей, отцов, поющих в хоре, который так и называется хор-пап, духовенство Иоанно-Притеченского монастыря, астраханцы ценят. В этот светлый праздник в зале филармонии всегда аншлаг. Одно из многих чудес, явившихся в возрождающейся епархии, произошло в селе Ильинка. В церкви Казанской иконы Божьей Матери, на иконе всех скорбящих радости, проявилась икона-покровительница храма. Тут человек не вмешивался, только написал эту икону, а остальную сама Божья Матерь. Но видно, она просто дает знать, что она покровительница этого места, и приходите, и будет помощь вам. Но, конечно, главное чудо – это люди и воскрешение их жизни, в которое главное место занимает вера воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. И естество человеческое обновилось, и воскрес Боголев, но измертвый. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok